Привет, Хабаровск! В эфире программа «Всё это кино» и её ведущий Павел Мушта. Мотор! Скарлетт Йоханссон собирается дебютировать в качестве режиссёра. Она хочет экранизировать роман Трумана Капоте «Летний круиз». Речь в книге идёт о 17-летней девушке Грейди, которая проводит лето в Нью-Йорке, пока её родители путешествуют по Европе. Книга была написана ещё в 40-х годах прошлого века. Текст долгое время считался утерянным, однако роман опубликовали в 2005 году. Фильм по мотивам сочинения Трумана можно будет считать дебютной режиссёрской работой Йоханссон лишь отчасти, ведь в 2009 году она поставила короткометражку «Туфли от Вага Бонд» для кино-лемонаха «Нью-Йорк. Я люблю тебя». Версию этого киножурнала, вышедшую в прокат, работу с Карлетт не включили, но тем не менее в режиссёрском кресле она всё-таки побывала. Фильм «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть первая» окупился уже за первые выходные проката. По итогам первых выходных кассовые сборы фильма «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть первая» достигли внушительных 140 миллионов долларов. И это только в Северной Америке. Таким образом, первой части финальной диалоги не удалось покорить достижение новолуния, заработавшего за первый уикенд 142 миллиона долларов. Тем не менее, картина Билла Кондона, подвергшаяся разгромной критике, полностью окупилась уже на старте. Её бюджет составил 110 миллионов. А мировые кассовые сборы «Рассвета» оказались поистине впечатляющими. Почти 300 миллионов долларов. Стоит заметить, что последний фильм «Вампирской саги» выйдет на экраны в ноябре следующего года. Ленту «Высоцкий. Спасибо, что живое» можно считать по праву главной российской премьерой этого года. Она стартует уже 1 декабря, и хабаровские кинотеатры тщательно готовятся к этому событию. В фойе кинотеатра «Дружба» развернулась настоящая инсталляция в стиле 70-х, а каждому зрителю, пришедшему на сеанс, будут дарить сувенирные спички. А в фойе кинотеатра «Гигант» можно будет изучить выставку о Владимире Семеновиче, а также поучаствовать в конкурсе двойников, если природа подарила вам определенное сходство с поэтом. Если нет, то викторини на знание творчества поэта. Ну и, конечно, будут звучать его бессмертные песни. О фильме «Высоцкий. Спасибо, что живое». Хочется рассказать многое и одновременно не рассказывать ничего. Видимо, должно было пройти 30 лет с того дня, как он ушел, поменяться страна, люди, и чтобы мы хоть немного начали понимать величину личности Владимира Высоцкого. «Высоцкий» персона настолько значительная и ценная для нашей страны, что никто до сих пор не решался взяться за биографический фильм о нем. Цена ошибки очень высока. Нечего бояться только его сыну Никите Владимировичу, который написал сценарий для ленты, да режиссеру, некогда нашему земляку, постановщику Бумера, Петру Буслову. Тем, кто ждет от фильма «Оды таланту» Высоцкого, можно успокоиться и сидеть дома. В фильме Высоцкого зрители увидят глазами его ближайшего окружения, друзей, коллег, партийных чиновников, наконец, и увидят в весьма откровенном образе. Алкоголь, наркотики, левые концерты, ну и последняя любовь Татьяна. Действие фильма будет разворачиваться в последний год жизни Высоцкого, когда на одном из концертов в Южной Советской Республике у него останавливается сердце, и он переживает клиническую смерть. Первый короткий ролик фильма был показан почти полтора года назад. С тех пор промо-компания сопровождается массой вопросов. Хотя, нужна ли вообще какая-то реклама фильму о Владимире Высоцком? Разве что только для того, чтобы привлечь в кинотеатры молодого зрителя? Наверное. Но главный вопрос, кто сыграл самого Высоцкого, создатели смогли сохранить до самой премьеры. Основные версии – Вдовиченков или Безруков. Сами создатели заявили, что нашли в провинциальном театре актера очень похожего тембром голоса и осанкой на Высоцкого. Мол, именно он и сыграл в большинстве эпизодов. И они специально прячут его до премьеры. А недавно мы узнали, что исполняли главную роль и вовсе несколько актеров, которых гримеры часами готовили каждый день к съемке. Одно не вызывает вопросов – толпы зрителей на сеансы фильма. Так же, как и когда-то на редкие концерты Высоцкого. Субтитры создавал DimaTorzok Зима в полной мере вступила в свои права на улице. И как никогда уместно премьера анимационной комедии «Делай ноги два» со льдами Антарктиды, пингвинами и их успешными попытками согреться чечеткой. Неутомимый пингвин Мамбл, некогда покоривший своим блестящим танцорским талантом целое племя императорских пингинов, стал отцом. Его малыш Эрик в точности такой же свободолюбивый и независимый, как и папа. Но в своих амбициях и авантюрах, несмотря на свой юный возраст, уже способен дать хорошую фору отцу и всем окружающим. Кумиром малыша становится могучий Свен, пингвин, умеющий летать. Во всем следуя и подражая ему, Эрик ни в какую не собирается учиться танцевать, вопреки планам и убеждениям Мамбла. Однако настоящие трудности и проблемы состоят в другом. И чтобы таковые преодолеть с успехом, Мамблу и Эрику предстоит забыть о предрассудках и разногласиях, встав на защиту общих интересов и явок. Пингвин, который умеет летать! Научи! Научи их летать! Сынок, но мы пингвины! Мы не умеем летать! О-оу! Это небезопасно! Ромон, ничего себе все пришли! Кроме одного, который остался из-за простуды. А нет, он здесь. Я двигаюсь вверх по пищевой цепи. Сейчас сожру кого-нибудь! Странный вкус. Ты укусил его за зад. Ты и я. Шансов ноль. У меня есть шансов целых ноль. Мы в деле, Билл! Делай ноги два Это правда! Я даю способ, как помирить папу с сыночком Роман, ты неотразил Это только снаружи 2 декабря кинотеатр Гигант запускает небольшой киноэксперимент Выпуская на экраны ленту «Однажды в Ирландии» в переводе Дмитрия Пучкова Более известного как «Гоблин» Но это не означает, что в русской версии будет масса ненормативной лексики Вымышленные имена персонажей и искажения сюжета Женщины, выпивка и веселые шутки Вот радости добродушного ирландского полицейского сержанта Джерри Бойла Он никогда не помышлял о геройстве, пока однажды в Дублине не появился агент ФБР Который призвал незадачного служителя порядка помочь ему накрыть международную банду наркоторговцев Смогут ли сработаться веселый рыжий ирландец и решительный афроамериканец? Ведь дело, за которое они взялись, окажется таким же непредсказуемым, как и они сами Сегодня у нас брифинг с парнем из ФБР Эти люди особо опасны, а на борту груз кокаина на сумму более 500 миллионов долларов Да, сержант? Я думал, над котой торгуют только черные и мексиканцы Сейчас же извинись Извиниться за что? Во-первых, за российский выпад Я ж ирландец, расизм – часть нашей культуры Идеальный новогодний фильм Я просто пошутил Не хотел обидеть Я что подумал? Может, мы начнем осматривать местность? Прохладно сегодня, да? Извините, я потерял нить после «мы» Я хотел задать пару вопросов Пришел черный человек! Здесь говорят на гельском Этому вас в Ленгли не учили? Здрасте, сэр Сэр, в Ленгли находится ЦРУ, а не ФБР, идиот Великолепный дуэт Не пойму, ты совсем дурак? Или сильно умный? Как ты? Похмелье от молочных коктейлей Смотри, они здесь! У тебя ранения были? Да Больно было Брэндон Глисон Так ты вырос в трущобах? Нет, я вырос не в трущобах Дон Тиддл Марк Стронг Лиам Каннингем Вообще-то я из богатой семьи Лето в Хэмптоне, катание на лыжах в Аспене А я думал, негры не умеют кататься на лыжах? Или плавать? Художественный фильм «Однажды в Ирландии» Смотрите с 1 декабря в кинотеатрах страны в правильном переводе Гоблина На этом все Не пропустите нашу программу ровно через неделю До скорого! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok